Эта многоэтажка на 108 квартир появилась в Смолевичах совсем недавно. Около года назад новоселы получили ключи. Казалось бы, вот оно, счастье, свое жилье. Но вместо этого проблемы. Во время дождей, за многочисленные дожди, прям уже отваливается штукатурка, отваливается отделка. И поскольку немножечко пол кривой, плесень пошла на деревянных элементах. Они начинают просто-напросто гнить. Девушка с документами не юристы, не строитель. Но учителю иностранных языков пришлось вникать и разбираться в нюансах стройки. Никто из жильцов и не рассчитывал на ручьи в квартирах. Везде ремонт сделали. В этой комнате ремонт делать страшно. Потому что вот такое, когда идет дождь, ну водопад течет по стене, прям водопад. И так по всему стояку. Меняется лишь интерьер в квартирах. В остальном стабильность, сырость и плесень. Первое, что говорили, что это виноват сосед сверху, потому что он сверлил дырку. Хотя показали, что это вообще с другой стороны комнаты. А в итоге, вроде как, они в жест написали ответ, что до первого июля, по-моему, до первых чисел июля они должны устранить. Обращались и не раз в службу 115. Заявки есть, реакции нет. Тишина. Вот смотрите, в работе. Честь стыков. Честь стыков. Это в комнате, это на балконе. И вот просрочено. Никто ничего не предпринимает. Коммунальные службы с себя ответственность сняли. Мол, дом построен Бобруйским заводом и находится на гарантии. Туда же КХ передает жалобы и обращения. Сказать, что обратной связи с застройщиком нет, так не скажешь. Переносятся сроки постоянно. Мы постоянно ежемесячно направляем снова о том, что не выполняются сроки. То есть работа ведется. Жалобы, по словам сотрудников ЖКХ, начались в апреле. До лета застройщик обещал их устранить. Потом сроки перенесли на 1 августа, которое уже завтра. Здесь у людей дети маленькие. Вы понимаете, что значит течет вода с розетки? Или не понимаете? Это маленький ребенок пробежал, его уже встал, его только ударило. Маленькому ребенку много не надо. Его убьет. Чего вы молчите? Вам сказать нечего? Почему вы бездействовали? Скажите. Разговор эмоциональный, ответ сдержанный. Ведь ничего страшного не произошло. Да и вопрос был на контроле. На данный момент ЖКХ было прислано обращение по затеканию в основном ледневки. То есть было на прошлой неделе обследование. Были собраны, закуплены материалы. И на данный момент будут устранения. Не успели жильцы провести съемочную группу по всем этажам, как с крыши уже спустил тросы альпинист. Еще несколько человек со стройматериалами направились устранять неполадки. Мы причины видим, как проседание фундамента, старение материала. Но не снимаем ответственность с себя где-то в качестве проведения работы. Специалистов, к сожалению, не хватает. Объектов мы строим много. Но обязуемся в процессе дальнейшей работы более оперативно реагировать на гарантийные случаи. Генподрядчик заверил, неделя, максимум две, и все неполадки устранят. Хватит и рук, и материалов. Правда, пока сюда стягивали силы и средства, у жильцов список претензий тоже подрос. А вот терпение уже на исходе. Лифт у нас не работает совсем. Наверное, он поработал месяц. Окна нужно регулировать, которые не открываются уже вообще. Сегодняшнего дня приступила бригада работать. Она будет работать, пока не закроем ваши попрощения. Ангелина Дикун, Александр Втухов и Александр Пылинский. Наши новости ОНТ. Телефон нашей горячей линии 217-04-24. Звоните. Наши корреспонденты готовы выехать на место и помочь разобраться в ситуации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова